Еще в начале весны городская власть обещала заняться вопросом незаконных юнипаркеров, но, к сожалению, все громкие заявления о том, что в случае невыполнения предписания по демонтажу незаконно установленных юнипаркеров владельцами кафе, ресторанов, гостиниц, жилых домов и учреждений, к ним будут приниматься жесткие меры, а сами железные конструкции будут демонтированы силами Департамента муниципальной безопасности. До дела так и не дошло. Большая часть юнипаркеров в центре города установлена без всяких разрешительных документов. И городские власти давно могли бы решить эту проблему, но почему-то закрывают на это глазах. Пространство, захватываемое предпринимателями для парковок своего транспорта, является коммунальной собственностью. Ограничители же выезда или так называемые юнипаркеры могут быть расположены только возле зданий, принадлежащих важным городским структурам. И на это необходимо специальное разрешение, согласованное в органах полиции. И все незаконные юнипаркеры в городе должны быть снесены силами Департамента муниципальной безопасности. Проблема такая существует на самом деле, и юнипаркеры должны быть только те, которые согласованы с городскими властями. А вот, скажите, пожалуйста, почему городские власти не борются с незаконными установками юнипаркеров, почему они их не демонтируют? Ну, может быть, средств не хватает им на это, может быть, желания, не знаю. Я думаю, что это элементарно, наверное, решается вопрос. А как вы считаете, как с ними нужно бороться и бороться с этими вот нарушителями? Я не знаю, в принципе, городские власти должны, у них есть, по-моему, уполномоченная под своих нанятая команда или бригада, которая должна ходить и просто их демонтировать. Плохо то, что, когда их ставят, не думают о пешеходах. Не в том плане, как, а человек может идти, спуткнуться и удариться, оно же не видно, оно так низенько стоит. Ну, сталкивались, да. А то, что таким образом захватывают городскую землю, следствие захватывают? Захватывают. Если есть ли этого разрешения, ну, там, как положено, оформлено, что можно, то, наверное, правильно. А если нету, то, наверное, нельзя этого делать. Несмотря на все обращения одесситов с просьбами в срочном порядке демонтировать незаконные юни-паркеры в городе, Департамент муниципальной безопасности находит разные причины для того, чтобы отложить этот процесс. Так, довольно интересная ситуация сложилась на улице Осипова. Еще в феврале месяце на сайт Единого центра обращений граждан Одесского городского совета поступила жалоба от одесситов на юни-паркеры возле дома 27. Тогда из коммунального предприятия ЖКС Портофранковский пришел ответ. Сообщаем, что дома по адресу улицы Осипова 27 не существует и юни-паркеры по данному адресу не выявлены. И действительно, на самом деле они расположены не возле 27-го, а возле 25-го дома. То есть совсем рядом. Но коммунальщики почему-то не обратили на это внимание. А сам ответ поступил в конце апреля. Вы только представьте себе, два месяца понадобилось коммунальщикам, чтобы отписаться, ссылаясь на неверно указанный адрес. Тогда все на тот же сайт 15.35 последовало новое обращение. Но и теперь у коммунальщиков нашлась масса аргументов для того, чтобы ничего не делать. В ходе проверки с выходом на место сотрудников департамента установлено, что по указанному адресу вдоль проезжей части обустроены парковочные места и установлены конструкции, ограничивающие передвижение транспортных средств. Собственнику данного объекта вручено предписание на демонтаж конструкций. В связи с тем, что вступило в силу решение Исполнительного комитета Одесского городского совета от 29 июня 2017 года номер 225, демонтаж ограждений юнипаркеров, средств принудительного ограничения скорости, технических средств регулировки дорожного движения, бетонных блоков, шлагбаумов, что ухудшают эксплуатационные характеристики уличного дорожной сети и мешают нормальному движению пешеходов и транспорта на территории города Одессы, поручен коммунальному предприятию муниципальная охрана. На данный момент производится закупка оборудования для проведения работ по указанному демонтажу. Работы по демонтажу юнипаркеров по указанному адресу будут произведены после закупки необходимого оборудования. И срок был продлен до 31 июля. Но как мы видим, 1 августа данные юнипаркеры до сих пор не демонтированы. Как говорится, доверяй делам. Денис Шацилло, Андрей Терещенко, Телеканал Круг.